МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержка государства. На встрече представителей региональных органов власти, органов местного самоуправления и профильных учреждений с гражданами зареченцам разъяснили новые направления социальной политики. Вопросы животрепещущие, меры социальной поддержки, представляемые и в том числе озвученные в послании президента, это самый важный семейный вопрос. Судьба солдата. В 221-й школе Заречного горожанам помогут установить судьбы красноармейцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Главное собрать дома максимальное количество сведений, потому что нужно знать не только фамилию, имя, отчество, но хотя бы там дату рождения. Юность науки. В Заречном стартовал первый этап городского научно-практического марафона школьников. Пусть немножечко, но дети прикоснутся к науке и для себя сделают открытие. Вот это цель, которую мы пытаемся достигнуть. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном состоялась встреча представителей региональных органов власти, органов местного самоуправления и профильных учреждений с населением, в ходе которой горожане получили информацию об осуществляемых на федеральном и региональном уровнях мерах социальной поддержки семьи с детьми. Участники встречи подробно узнали не только об уже действующих льготах, но и о тех, которые будут установлены в ближайшее время в соответствии с посланием президента России Владимира Путина, федеральному собранию. Многодетный отец Федор Бабошкин пришел в Дом культуры дружбы не на концерт и не для того, чтобы отвезти своих детей на занятия в кружок. Зареченец спешил на прием к специалистам Департамента социального развития, чтобы побольше узнать о способах улучшения жилищных условий. У нас уже один ребенок совершеннолетний, и программа под пять и более мы уже не попадаем. У нас сейчас четверо детей. Мы хотели бы, конечно, улучшить, но будем думать, как этот вопрос сделать. Ответы на свои вопросы глава многодетной семьи смог получить в ходе встречи представителей региональных органов власти, органов местного самоуправления и профильных учреждений с населением Заречного по вопросам оказания мер социальной поддержки различным категориям граждан. 5 февраля Дом культуры дружба на несколько часов превратился в большую консультационную площадку. Вопросы животрепещущие, меры социальной поддержки, представляемые и в том числе озвученные в послании президента, это самый важный семейный вопрос, особенно в семье, где растут дети, где ждут детей, где планируют детей. Меры социальной поддержки, предложенные президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию стали одной из ключевых тем встречи. Так, подробно был рассмотрен вопрос о введении с 2020 года выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Они станут аналогом детских пособий, выплачиваемых на ребенка в возрасте до 3 лет. Сумма новых выплат будет устанавливаться кратно прожиточному минимуму по России. Выплаты будут получать семьи, чей доход не превышает один прожиточный минимум на человека. По последним поручениям, которые нам пришли, определено, что мы будем ориентироваться на цифру, которая прожиточный минимум на ребенка в Пензенской области за второй квартал. Это будет составлять 9544 рубля. Еще одним важным моментом стали изменения, которые вносятся в программу материнского капитала. С 2020 года эта мера социальной поддержки будет предоставляться семьям, где родился первенец. Размер выплаты превышает 466 тысяч рублей. А при рождении в такой семье второго ребенка к этой сумме прибавят еще 150 тысяч. Кроме того, как пояснили представители пенсионного фонда, готовится проект закона, согласно которому сроки рассмотрения заявления на распоряжение средствами маткапитала и перечисление денег будут сокращены. Сейчас этот процесс занимает до полутора месяцев. Мы уже практически готовились к реализации этого закона. Идем впереди паровоза и уже дали нашим органам в районах такое поручение, чтобы сроки рассмотрения заявлений сократили по возможности, по максимуму. Сегодня мы стараемся принять решение не в течение месяца, а в течение 15 дней. В ходе встречи все участники могли не только задать вопросы основным докладчикам, но и получить интересующую их информацию оперативно и в наиболее полном объеме на консультативных площадках. Кроме сведений о государственных мерах соцподдержки, зареченцы смогли узнать о возможности трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, программах по улучшению жилищных условий, медицинском сопровождении семей с детьми и беременных женщин, приоритетах развития системы образования в интересах детей. Горожане, которые не смогли принять участие во встрече, могут получить подробные разъяснения о мерах государственной соцподдержки семей у специалистов профильных учреждений по телефонам горячих линий. В частности, сотрудники городского департамента социального развития готовы дать консультации по номеру 610036. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». С 2020 года изменения произошли не только в области государственной социальной политики, но и в сфере налогообложения. Об этом мы сегодня поговорим с заместителем начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречного Натальей Макаровой. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Заречный присоединился к проекту «Судьба солдата», проводимому в поисковом движении в России. В рамках проекта добровольцы разрабатывают различные практики, с помощью которых возможно установление судеб пропавших в годы войны защитников Отечества и распространяют эти практики по всей стране. Выстраивается система помощи россиянам, которые ищут своих родных в пропавших в годы Великой Отечественной, основываясь на опыте работы с электронными базами данных Минобороны и архивными документами. Проект реализуется при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Одна из площадок по сбору данных о фронтовиках организована в 221-й школе Заречного. Пятиклассник из 221-й школы Максим Душков в часы свободной от учебы внимательно изучает архивные документы времен Великой Отечественной войны, находящиеся в открытом доступе в интернете. Максим занимается поиском и сбором информации о фронтовике Александре Ивановиче Сурове. У нас в музее оказались письма его и его семьи. И мы решили узнать его судьбу, как он погиб или выжил. Максиму удалось установить год рождения Александра Сурова – 1921-й. На фронт он был отправлен в марте 1942-го. Именно этим годом датируются его письма родным, которые хранятся в школьном музее. И после октября переписка заканчивается. И вот мы решили узнать, а почему она закончилась. Оказалось, что он номер 11 января 43-го года. Максим – один из активных участников проекта «Судьба солдата», который инициировали члены поискового движения России. По всей стране организуются площадки, куда могут обратиться родные фронтовиков, пропавших без вести. В Заречном таким пунктом поиска и сбора информации стала школа номер 221. Дети под руководством учителя истории Ильи Мурылева изучают базы данных и архивы, чтобы найти сведения об участниках Великой Отечественной войны. Успех поиска зависит от объема исходных данных. Главное – собрать дома максимальное количество сведений, потому что нужно знать не только фамилию, имя, отчество, но хотя бы дату рождения. Нужно знать, откуда призывался, где родился. Очень помогает нам найти человека такая информация, как имя его ближайших родственников. Чтобы обратиться к волонтерам проекта «Судьба солдата», нужно прийти в музей школы номер 221. Заявки здесь принимают каждую среду с 9 до 10 часов утра. Кроме этого, запрос на поиск информации о фронтовиках можно отправить по адресу, указанному на экране. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Четвертый этап преодолели участники второй областной военно-тактической игры «Сурский рубеж». Напомню, ее проведение инициировал губернатор Иван Белозерцев как дань памяти сотням тысяч земляков, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны. «Сурским рубежом» в истории называют линию обороны, которая проходила через правые берега рек Сура, Узу, Няньга и Чердым. В игре участвуют школьные сборные в составе 8 человек. Им предстоит преодолеть 7 различных этапов состязаний. Победитель муниципального этапа представит «Заречный» в региональном финале игры. Первым испытанием для школьников стали соревнования по физической подготовке, затем они соревновались в меткости и умении обращаться со стрелковым оружием. Теперь же участники вышли на огневой, вернее, световой рубеж. В руках бластеры-автоматы на головах светящиеся датчики. Картинка, напоминающая кадры фильма о нападении пришельцев. Это «Лазертаг-турнир». Бесконтактный бой ведут зареченские школьники. В борьбу вступили 6 команд учащихся образовательных учреждений. Цель каждого игрока – поразить соперника и при этом уцелеть самому. У каждого по 5 жизней. Как только одна команда 5 раз убивает следующую команду, то команда выигрывает. У каждой команды, если 6 команд, всего 5 игр. Та команда, которая набирает максимальное количество очков, в конце играет за первое, второе, третье, четвертое. «Лазертаг» – одно из испытаний в рамках муниципального этапа областной военно-тактической игры «Сурский рубеж». Эти соревнования проводятся в нашем регионе уже во второй раз. Состязания школьников посвящены подвигу защищавших родину земляков. Термин «Сурский рубеж» обозначает линию обороны, проходившую по берегам рек Пензенского края в годы Великой Отечественной войны. Военно-тактическая игра длится в течение нескольких месяцев. Первый этап состоялся в ноябре 2019 года. «Лазертаг» – одно из самых сложных испытаний, в котором важны не только ловкость и смелость, но и умение действовать в команде и продуманная стратегия. Команда школы номер 226 сделала ставку на опытных снайперов. «Достаточно опытные». «У нас двое участников участвовали в турнире в городе «Спутник» и заняли второе место. Мы надеемся, что мы сможем победить все школы». По итогам игры в «Лазертаг» и бронзовыми призерами стали учащиеся гимназии номер 216 «Дидакт». На втором месте команда школы номер 220. Победу одержала сборная 226-й школы. Результаты этого состязания войдут в общий зачет муниципального этапа военно-тактической игры «Сурский рубеж». Впереди подростков ждут еще несколько конкурсов. По окончании всех состязаний определится команда-победительница, которая представит наш город на областном турнире. Планируется, что региональные соревнования «Сурский рубеж» состоятся в мае 2020 года, в дни празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» состоялся финал муниципального этапа всероссийской акции «Я гражданин России». С начала учебного года школьники вместе с преподавателями разрабатывали социальные проекты, направленные на решение актуальных молодежных проблем. Наркомания и дорожные аварии, искажения истории и экология. В своих проектах дети затрагивали самый важный на их взгляд темы, а предлагаемые пути решения порой разительно отличались от взрослого взгляда на проблемы современной молодежи. Обещал бросить. Ну и что, бросил? Да ты все бросил ради этой дури. Друзей бросил, учебу бросил, спорт бросил, Катю бросил. А все ради чего? Ради очередной дозы. Как изменяется жизнь человека, попавшего в наркотическую зависимость? Об этом воспитанники Дворца творчества детей и молодежи постарались рассказать языком театра. Ребята сами придумали и сыграли спектакль «Не бойся говорить об этом». Постановка – часть большого проекта, в котором подростки предлагают свои пути решения одной из самых болезненных проблем современности. Мы представляем вашему вниманию молодежно-социальный проект «Не бойся говорить об этом», направленный на решение проблемы молодежной наркомании. Свой проект мы назвали так не случайно. Так и хотим, чтобы подростки не боялись говорить о своих проблемах и о том, что им нужна помощь. Свой проект ребята представляли в рамках 20-й всероссийской акции «Я гражданин России». Кроме воспитанников Дворца творчества детей и молодежи, в муниципальном этапе масштабного форума приняли участие команды из 221 и 226 школ и гимназии 216 дедакт. В зависимости от того, какие проекты будут представлены, мы можем принять решение поддержать этот проект. Такие случаи у нас есть, когда проект представлялся не только на бумаге, а был реализован, имел результат и, что самое главное, имел продолжение. Я желаю каждому из ваших проектов продолжения. Дети, теряющие здоровье и жизнь в дорожных авариях. Пагубное влияние человека на природу. Связь поколений. Умение любить и уважать страну, в которой ты родился и живешь. Гордиться ее историей. Зареченских школьников волнуют совсем не детские проблемы. И ребята готовы не просто обсуждать наболевшие вопросы, но и действовать. Именно практическая значимость проекта – один из главных критериев оценки. Будет оцениваться портфолио по специальным критериям и будет засчитываться устная презентация проекта. Конечно, главным критерием конкурса является социальная значимость проекта и его реализованность. То есть, насколько уже реализован проект. В жюри конкурса вошли представители департамента образования и специалисты информационно-методического центра системы образования Заречного. Дипломами за участие были отмечены все проекты. Второе место присуждено ученикам 226-й школы за разработку квеста для младшеклассников, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Лучшим признан молодежно-социальный проект «Не бойся говорить об этом», подготовленный воспитанниками Дворца творчества детей и молодежи. Победитель муниципального этапа отправляется на региональный этап этой акции. Там тоже два этапа регионального конкурса – заочный и очный. На заочный много проектов отправляется, в очный, как правило, отбирают всего 10. Независимо от итогов конкурса, главная работа у авторов проектов впереди. Теперь ребятам предстоит притворять свои идеи в жизнь и реализовывать предложенные мероприятия и акции. Александр Абаимов, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». В канун Дня российской науки, отмечающегося 8 февраля, в «Заречном» стартовал первый этап городского научно-практического марафона школьников. На 11 предметных секциях старшеклассники представили 48 работ. Сфера интересов юных исследователей охватывает практически все научные дисциплины – от математики до культурологии. На некоторые научные изыскания школьников вдохновили полуфантастические технологии и даже сериалы в стиле фэнтези. Так звучит дотракин – искусственный язык, созданный специально для сериала «Игра престолов». Наречием кочевников из знаменитой фэнтези-вселенной владеет ученица школы номер 222 Анастасия Никитина. Девушка посвятила дотракийскому языку исследовательскую работу, которую представила на городском научно-практическом марафоне школьников. Что касается падежей, их всего пять. Конечно, присутствует именительный – это основная форма слова, и также словарная форма слова. То есть, например, «риш» – «сын». Анастасия проанализировала лексический состав, фонетику и грамматику дотракийского языка и даже составила свой словарь. Она считает, что он может быть интересен фанатам «Игры престолов». Я думаю, при желании можно создать разговорник, можно создать какие-нибудь группы людей, которые бы устраивали, я не знаю, сборище, сговоривали бы на этом языке, показывали, что им интересно. И, возможно, разработчики выпустили бы побольше спин-оффа от этого сериала. А ученица гимназии номер 216 дидакт Анастасия Баскакова искусственно созданным языкам предпочитает исторически сложившиеся. Своё исследование она провела на базе французского. Девушка изучила влияние развития модной индустрии на появление в языке новых слов. Анастасия выяснила, что немалую роль в этом играет процесс заимствования. Мы провели исследование и поняли, что заимствование в основном происходит из Англии и также из Италии. Примером из англицизма может послужить слова «джинь», «тишот», «фэшн», «топ модель». Из Италии проводником послужило слово «жуб», «юбка». Научно-практический марафон школьников стартовал в Заречном уже в 13-й раз. Для детей это возможность познакомиться с научными методами работы, попробовать себя в исследовательской деятельности. Пусть немножечко, но дети прикоснутся к науке и для себя сделают открытие. Вот это цель, которую мы пытаемся достигнуть, проводя сегодняшний марафон. Научно-практический марафон в Заречном проходит в несколько этапов. В первом туре с докладами выступили ученики 9-11 классов. Они представили 48 работ в 11 предметных секциях. Второй и третий этапы научно-практического марафона пройдут в апреле. О своих исследованиях расскажут ученики средней школы и младшеклассники. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Изменения в налоговом законодательстве. Кто будет платить меньше и какие новшества вводятся в 2020 году? Об этом через пару минут. Не переключайтесь. Шоп-цены на цифру. Корпорации «Центр». Три дня подарков и суперцен. Новинка 2020 года. Huawei Y6s за 8888. И скидки на 20% на всю остальную цифру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Новости «Заречный» в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречному Наталья Макарова. Добрый вечер. Здравствуйте. С 2020 года произошло очень много изменений, в том числе и в налоговом законодательстве. Давайте вот вы поподробнее сейчас расскажете о том, какие изменения произошли в налоговом законодательстве. Ну и, наверное, больше всего, конечно же, интересует людей в большинстве своем, что касается налогов на доходы физических лиц. Вот поподробнее расскажите, пожалуйста, о том, что же теперь, какие изменения произошли. Да, действительно, 2020 год не стал исключением. Законодатели подготовили множество поправок в налоговое законодательство, в частности, в налоговое кодекс. И, ну, конечно, будем говорить, что глобальные поправки коснулись юридических лиц. Для юридических лиц у нас 12 февраля 2020 года запланирован семинар в актовом зале инспекции по адресу Заречный 1. Семинар будет проходить в 3 часа дня. Поэтому, кого интересует, выступит сотрудник правового отдела, который, ну, как юрист доведет эти поправки, разъяснит. Ну и, соответственно, будут представители контрольного блока, которые также пояснят по налогам. Ну, то есть там можно будет даже пообщаться, задать какие-то уточнения. Вопросы ситуаций новых, ситуаций для нас новых и для налогоплательщиков новых, еще раз оговорюсь, по юридическим лицам много. Поэтому, кому интересно, кто, может быть, еще не совсем разобрался, приходите, будем общаться в режиме диалога. Думаю, выйдем из сложившейся ситуации и найдем пути решения. А теперь по физическим лицам. По физическим лицам поправок меньше, они менее такие глобальные, объемные. Но, наверное, про них нужно сказать, потому что физические лица в большинстве своем не всегда знакомы с этими изменениями, не всегда пользуются различными сервисами. Поэтому им, наверное, будет интересней. То, что касается имущественных налогов. Все, кто имеет какое-либо имущество, они уплачивают с него определенные платежи. Это и транспортные средства, это и земельные участки, это и, соответственно, дома-квартиры. Значит, там изменений не так много, но они есть. В частности, есть именно для граждан Заречного. То есть, насколько мы знаем, в этом году налоги будут исчисляться по физическим лицам за 2019 год. Соответственно, уведомления рассылаться по налогам. То есть, к исчислению налогов за данный период, изменения эти не коснутся. Но, применительно к следующему налоговому периоду, то есть, к 2020 году, у нас на территории города Заречного были установлены льготы по земельному налогу. То есть, эти льготы были установлены и на федеральном уровне, и, соответственно, на уровне субъекта. На федеральном уровне эти льготы сохраняются. То есть, это вычет по земельному налогу, вычет на участок в размере 6 соток для одного земельного участка. И это к таким категориям, как пенсионеры или инвалиды первой и второй группы. Аналогичная льгота действовала и на территории города Заречного. Но вот с 2020 года она как бы утрачивает силу и остается только льготы, до которой установлено, соответственно, 6 соток. То есть, если гражданин имеет несколько земельных участков, является пенсионером, то с 6 соток он налог платить не будет, то есть, исчисление ему не будет производиться, а со всего остального в общем порядке будет исчисляться налог. Значит, по имущественным, ну, это вот основное. Потом по НДФЛ. То есть, все мы являемся плательщиками налогового дохода физических лиц. В основном это 13% со всей суммы, которую мы получили. Теперь у нас в налоговом кодексе определены категории были тех доходов, которые не облагались данным налогом. Законодатель внес изменения, вот с 2020 года расширил данный перечень и теперь туда не включаются. Это доход в денежной натуральной форме, полученный в соответствии с законодательством в связи с рождением ребенка. То есть, это уже закреплено в налоговом кодексе. То есть, вот эти вот детские пособия, материнские капиталы. Да, раньше там были какими-то другими актами, закреплялась, там часть облагалась, часть не облагалась. То есть, сейчас это внесли в налоговый кодекс и законодатель сказал, что эти доходы не подлежат обложению налогом. Значит, оплата дополнительных выходных дней, представляемых родителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за детьми инвалидами. То есть, у кого есть ребенок инвалид, дополнительные дни к отпуску не облагаются. То есть, оплата, да? Причем, наверное, здесь вот нужно отметить, что именно если мы получаем доходы в виде компенсации за неиспользование отпуска, а также за использование представленных в дополнительные сутки отдыха, такие доходы не подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. То есть, здесь только касается именно освободили тех, кто имеет на попечение ребенка-инвалида. Интересные нововведения – это денежные компенсации взамен полагающиеся с публичной собственностью участка, установленные федеральным или региональным законодательством. То есть, существуют случаи, когда земельная собственность изымается из обороты физических лиц в интересах, например, той же Российской Федерации. И за данную процедуру лицу выплачивается доход. Если говорить на каких-то примерах, грубо говоря, по дачному поселку решили проложить дорогу федеральную, и земли эти изымаются. И выплатили компенсацию, соответственно, лицам. В данном случае законодатель закрепил, что такая компенсация не подлежит налогообложению налогов на доходы физических лиц. Еще очень интересное нововведение. Наверное, ну, все мы покупаем недвижимость, да? Пользуемся имущественными вычетами от покупки, правильно? Ну, буквально несколько лет назад в статью Налоговый кодекс, которая регулировала этот имущественный вычет, были внесены поправки. И срок пользования объектом недвижимости был увеличен до 5 лет, да? Помните, вот было 3, потом 5. Соответственно, сейчас законодатель опять поправил эту статью, внес изменения. И минимальный срок владения единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокращается с 5 до 3 лет. Объясню. Здесь будет в первую очередь, чем отличается данная поправка? То, что здесь речь идет о единственном жилье. То есть в случае, если у гражданина есть квартира, которую он продает, и срок пользования, ну, срок собственности на данную квартиру более 3 лет, то НДФЛ данной суммы не уплачивается. Но здесь опять дальше, ну, как бы есть дополнение, что отсутствие иного жилья, доля в праве собственности на него определяется на дату регистрации перехода права собственности, доля в праве собственности на проданное жилое помещение. При этом не учитывается жилье, приобретенное в течение 90 дней до регистрации перехода права собственности на проданные помещения. То есть это, наверное, ну, как бы сделано для того, чтобы, если человек решил улучшить свои жилищные условия, я, например, продаю свою однокомнатную квартиру, дабы купить двухкомнатную, то в определенный период, если сделка по приобретению двухкомнатной квартиры совершается ранее продажи однокомнатной, вот этот срок здесь 90 дней. То есть по факту у него в определенный период времени возникает две собственности. То есть та квартира, которую он еще не продал, и та квартира, которую он уже купил. Да, то есть по факту, если мы читаем первую часть, то он не подходит. Это уже не единственное жилье. Поэтому внесли такой вот мораторий 90 суток, что, пожалуйста, продавайте. И в случае, если в конечном итоге у вас все равно будет это единственное жилье, то НДФЛ, соответственно, платить не будет. Если какая-то нестандартная ситуация, такая вот не общая, такая применимая, то лучше, конечно, прийти, прежде чем сдавать какой-либо документ, писать какое-либо заявление, лучше прийти и проконсультироваться. Специалисты контрольного отдела в рабочее время на местах, поэтому если сотрудники по приему платильщика не смогут там компетентно как-то ответить и разрешить сложившуюся ситуацию, то вот с 8 до 6 рабочий день, поэтому в это время, я думаю, можно получить более квалифицированную помощь. Большое спасибо. У нас, к сожалению, закончилось время нашей программы. И, ну, знаете, вот здесь возникает такая вот аналогия по рекламированию всевозможных лекарственных средств. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. И вот здесь, я думаю, прежде чем применять самостоятельно некие положения налогового законодательства к себе, лучше все-таки проконсультироваться со специалистом. Да, конечно. Спасибо. Это все, о чем успею рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи на канале «Заречный». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok